и снова здравствуйте уважаемые зрители нашего канала сегодня расскажу про химтрейлы нам все время рассказывают что это инверсионный след но на самом деле инверсионный след выглядит по-другому и сейчас я вам это продемонстрирую вот этот длинный след оставленный на небе это химический реагент ну какой-то там а вот с другой стороны летит обыкновенный самолет инверсионный след за ним сразу же исчезает то есть он не остается на небе находящимся там часами то есть самолет пролетел и тут же за ним этот след исчезает вот это обычный пассажирский самолет летит это не химтрейл а вот с правой стороны летел самолет и что-то распылял и этот след остается на небе несколько часов может иногда даже висеть целый день и обратите внимание странно так самолет летел летел прямо вдруг раз развернулся и полетел под другим углом теперь наблюдаем самолет обычный пассажирский который инверсионный след не оставляет то есть он за ним сразу же исчезает вот это обыкновенный самолет и заметьте ничего не распыляет причем самолеты летят с одной скоростью и на одной высоте вопрос почему одни самолеты оставляют инверсионный след а другие нет причем наблюдение показывает что высота самолета в районе десять тысяч шестьсот метров причем неважно пассажирский самолет это или самолет снабженный каким-то химическим реагентом все они летают на этой прослойке 10600 метров так как экономия топлива в этом воздушном пространстве максимальная и самолет способен пролететь на очень дальние расстояния благодарю за внимание кто досмотрел это видео до конца жду ваши комментарии что вы по этому поводу думаете